В России начался единый день голосования, начался он еще накануне, в пятницу, вот второй день сегодня пошел. Хотя, как его назвать единым днем голосования, я не понимаю, потому что с некоторых пор, с 2020-го, по-моему, года, у нас он не единый, у нас три дня голосования, вот пятница, суббота, воскресенье мы голосуем, поэтому, как его назвать единым днем голосования, я, если честно, не понимаю, до сих пор не понимаю, как вообще все это должно выглядеть, как все это будут считать. Я очень многого не понимаю, но сейчас поговорим об этом подробнее. Раньше мы говорили, что в России, ну не мы говорили, а оппозиция вкинула вот эту вот историю, что в России выборы без выбора проходят. На сегодняшний день, насколько я понимаю, мы впервые в ситуации, когда выборы происходят еще и без повестки, объяснюсь. Дело в том, что все это, вот эти вот сегодняшние выборы проходят на фоне специальной военной операции, подавляющее большинство беты-чаяния избирателей, они наверняка хотели бы задать какие-то вопросы, выразить какое-то свое мнение относительно специальной военной операции, в том числе, как и кандидаты. Но с некоторых пор у нас появилась статья 23.3, дискредитация вооруженных сил, и, в принципе, выражая беды и чаяния относительно вот этого вот мероприятия, каждый из нас, повторюсь, включая как кандидаты, так и избиратели, рискуем налететь вот на эту статью и быть привлеченными по ней. Поэтому предлагают в этом плане очень-очень аккуратно говорить, дабы ничего не нарушить действующее законодательство. Но получается, что огромный пласт проблем наших соотечественников, огромный пласт проблем, которые могли бы озвучить кандидатам, просто вывалился. И вот поэтому я вот и назвал это для себя. Выборы даже без повестки. И теперь вот как к этому относятся сторонние наблюдатели, ты в частности. Пойдешь ли, кстати, голосовать? У тебя же есть российский фактор. Нужно сказать, что для выборов я человек совершенно не посторонний, потому что как политик формировался, мои убеждения тоже создавались на базе электоральных технологий. Я начал принимать участие в избирательных кампаниях еще в период перестройки, когда первые конкурентные выборы прошли. Я был делегирован на одной из демократических организаций состав избирательной комиссии участковой. И оно пошло вот так вот и поехало. Потом я кем только ни был, и кандидатом сам был, и членом областной избирательной комиссии Томской области, и даже был наблюдателем международным на выборах Жонгерки Кенеш парламента Киргизии в тот самый год, когда там случилась революция тюльпанов. И я с Каракаев бежал. И кроме того, да, я сам возглавлял избирательные штабы Демократического выбора России, Союза правых сил и даже возглавлял избирательный региональный штаб кандидатов в президенты Ирины Хакамады. Наверное, в первый раз, когда вот у меня интерес к выборам России, ну, не просто нулевой, а, наверное, даже отрицательной. Здесь мы, наверное, с Алексеем Навальным разошлись во мнениях. Я его очень уважаю как политика, конечно, но он не мой кумир, но я его очень уважаю за все. Он сделал, надеюсь, что сделает. Здесь надо вежать на все признанный экстремистом. Ну, признанный, признанный, да, в России признанный экстремистом. Да, да, да. Да, 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 а в Европе он как раз герой. Так вот, он обратился как раз к своим последователям, вообще ко всем россиянам с призывом все-таки не игнорировать эти выборы, прийти. Кроме выборов мэра Москвы. Ну, потому что он сказал, что тут уже все. Крест уже точно поставлен на них. А там, где еще есть хотя бы малейшие ростки конкуренции, проявления какие-то конкуренции политической, обязательно нужно приходить голосовать. Так вот, мне кажется, что, конечно, здесь я с ним не согласен, потому что сейчас уже не то, что ты все время говоришь выборы, выборы, но видишь их минус в том, что нет повестки. А мне кажется, что в этом году, как никогда, выборы у нас заменяются просто голосованием. То есть выборов, конечно же, никаких уже нет. Административный ресурс полностью все эти институты избирательные подмял под себя. А если раньше в Чечне при пустых участках рисовали явку в 99%, и 99% получала Единая Россия или президент Путин, кого там бы не выбирали, то теперь эта вот чеченизация избирательного процесса, она прошла уже по всей России практически. Вот единственные, кстати, конкурентные выборы, которые были на виду и на слуху, они проходили, ну, компания проходила, по меньшей мере, по выборам главы Хакасии, где, значит, коммунист, действующий глава, вступил в схватку с представителями СВО, ветераном СВО, депутатом бывшим Иркутским, а теперь Госдумы, Соколом. Но и то случился облом, причем не в пользу коммунистов, вернее, Сокола как раз, а в пользу коммунистов. Все-то думали, что если что там, Коновалова коммунисты снимут с выборов и все, чтобы открыть дорогу, не может ветеран СВО не победить на этих выборах. Но случился притонит, аппендицит, еще что-то так, Сокол с выборов снялся, поэтому Коновалов, очевидно, победит. Ну, а тебе не кажется, что, наверное, поздно пить боржоми, когда почки отказали? Вот мне очень нравится, когда наши соотечественники вот это вот говорят, да вот нет нашего кандидата. Ежу, понятно, кто победит, то есть, да, и как бы, в принципе, бодаться не имеет смысла. Ну, вот я все-таки, вот сейчас меня, конечно, опять обвиняют в том, что ты вот равно играешь на стороне власти, зазываешь там постоянно ходить на выборы. Я зазываю ходить на выборы не для того, чтобы, я же понимаю, да, что победить в этих выборах невозможно. Но любая победа, она куется потихонечку, постепенно. Мы для чего сегодня ходим? Для того, чтобы все-таки возродиться, как гражданское общество, для того, чтобы привыкнуть это делать. К сожалению, мы перестали ходить на выборы, и в какой-то момент на нас просто перестали рассчитывать. Ведь там в администрации президента тоже не идиоты сидят. Они же прекрасно понимают, что протестно настроенный электорат, он присутствует, причем он присутствует в очень большом количестве. Ну, давай простой пример, почему они оперируют постоянно не цифрами, абсолютно не цифрами, да, почему они процентовкой постоянно оперируют. То есть, простой пример, выборы президента 2018 года. В абсолютных цифрах за Владимира Владимировича проголосовало тогда, там разные данные, то ли 53, то ли 55 миллионов человек. В общей сложности официальные данные ЦИК, опять же, сейчас привожу, 109 миллионов избирателей проживает на территории Российской Федерации и за ее пределами, 109 миллионов человек, которые имеют право голоса, имеют право прийти на выборы и проголосовать. Повторюсь, за Владимира Путина проголосовало 55 миллионов. Давай верхнюю планку возьмем. Но это 51 процентов. Но больше 50 процентов. Они к этому стремились. 51 процент, понимаешь? Но нам-то ведь как рассказывают, нам-то ведь большинство, нам-то показывают процентовку, по которой 80 процентов, хотя в реале, если брать абсолютные цифры, это не так. Только половина избирателей поддерживает Владимира Путина, а другая половина, по всей видимости, не поддерживает. Но эти люди на выборы не пришли. И благодаря этому, сегодня всем рассказывают эти сказки, что Владимира Путина поддерживает 80 процентов населения. Точно так же было на выборах 2016 года, когда в Москве, например, вообще на участки пришло всего 20 процентов. И из этих 20 процентов только там 45. Меньше половины пришедших проголосовали за Единую Россию. То есть, грубо говоря, в Москве за Единую Россию в тот момент проголосовали там, господи, в общей сумме меньше 10 процентов от общего числа голосующих. Из-за того, что все остальные не пришли, получается, что она брала там 60 или 70 даже процентов. Вот ведь как оно считается. Поэтому сидеть и сейчас говорить, там нет моего кандидата, так он там, блин, и не появится. Для того, чтобы он был там твой кандидат, тебе надо было в 2011 году идти голосовать, потом выходить вместе с этими болотными, выражать свое несогласие. Вот только после этого ты бы сегодня мог говорить, есть там твой кандидат или нет. А прости, пожалуйста, если ты ничего для этого не сделал, чтобы он там был, и сейчас он уже там точно никогда не появится, ну, по крайней мере, пока вот мы живем вот при той ситуации, при которой живем, при той власти, при которой живем, точно не появится. Поэтому, ну, грубо говоря, прежде чем выкопать картошку по осени, ее поясне посадить надо, а если ты ни хрена поясне не посадил, то чего ты ждешь? Поэтому я вот, наверное, соглашусь с некоторыми моими коллегами и не коллегами в том числе, да, представляющими оппозицию, там, оппозиционных блогеров, есть возможность пойти и выразить, по крайней мере, показать, что тебе не безразлично, что член этого гражданского общества, да, просто приди, есть такая возможность, почему этого не сделать? Чтобы там-то тоже увидели. Им-то понятно, вот ребятам оттуда и никакая явка не нужна. Чем меньше нас, профессников, придет на избирательные участки, тем лучше. Не надо ничего там придумывать, не надо там никакие карусели крутить, что-то еще. То есть, ну, по крайней мере, они будут для себя знать, насколько я понимаю, это же вот эти вот вся избирательная кампания, она проходит за полгода до президентских выборов, ее еще называют генеральные репетиции президентских выборов, для того, чтобы они могли сделать выборку, ребята из администрации Кремля понять вообще настроение, ну, такой некий соцопрос даже, если хотите, как вообще, кто чего и за кого. Мне кажется, вот так. Я догадываюсь, что небольшое количество людей со мной согласится, потому что, ну, к сожалению, да, институт выборов у нас уже вот давным-давно убит, уничтожен, не убит, да, скажем так, уничтожен. Институт выборов у нас действительно никто не верит, включая меня. Мумифицирован. Мумифицирован. Он сказал, ну, есть вроде все там, ритуалы, признаки избирательные участки комиссии, плакаты, бюллетени, ящики, все прочее, только все это пустое внутри. Оболочка одна осталась. Мумия, я говорю, что не любая избирательная процедура формирует гражданское общество при высоком уровне гражданской активности. Это первая история. Вторая история. Понимаешь? Ну, да, конечно, если... Ну, как вот идти, например, на фильм, если ты знаешь, тем более это детектив, криминал, если ты знаешь уже убийцу, кто убил. Ну, вот сидеть на этом фильме можно, конечно, страдать, просто убив время, ну, дождь на улице. Тогда, может быть, да, это оправдано. Некорректное сравнение. Подожди, подожди, я продолжу дальше. Некорректное сравнение. Я дальше продолжу. Я ближе к тебе, значит. Ты знаешь, что уже судебное решение по тебе вынесено, что уже, значит, судья подписал это решение. Ну, идут формальные процедуры, состязательность такая, да, прокурор выступает, адвокат что-то говорит, свидетели, тебе слово предоставляется. Но ты знаешь, что решение судей уже в столе лежит и подписанное. Ну, конечно, формально соблюдая, можно прийти и во всем этом участвовать. А можно, конечно, просто и не прийти, потому что тебе тоже такое право предоставили. Ну, я бы вот сейчас, если бы я оказался в России, я бы, конечно, на эти выборы не пошел. Хотя я ходил на все выборы. Еще ходил и соседей агитировал. Ну, до последнего, вот когда у нас там последние выборы. Явка – это тот показатель, который волнует вообще всех. Вот в эти вот три дня. Вчера, сегодня, завтра. Пройдет неделя, и про эту явку никто ни хрена не вспомнит, за исключением политологов, журналистов, да, ну, тех, кто вообще плохо в теме. А любую бабу Нюру сегодня спроси, какой была явка в прошлом году у нее в регионе, когда голосовали за губернатора. Просто на улицу вот сейчас с камерой выйти и спросить, ребят, в прошлом году в вашем регионе, вот так же в сентябре, год назад, вы избирали губернатора, там, или мэра, или, там, областное законодательное собрание. Вы не напомните, какая была явка? Да хрен, кто тебе ответит. Я думаю, даже местные журналисты никогда эту цифру, если бы без помощи интернета, не вспомнят. Зато все вспомнят, какой был процент, с каким процентом победила та или иная партия. Вот это вспомнят. Поэтому все эти сказки про явку – это в пользу бедных. Я об этом и говорю, да, чем меньше приходит протестников, тем проще ребятам, которые занимаются продвижением, там, партии власти, продвижением, там, нужных кандидатов, им проще. Им меньше работы, им делать ничего не надо. В идеале, чтобы протестный электорат вообще не появлялся в избирательных участках. Кстати, именно поэтому, как мне кажется, и была придумана вот эта вот интересная процедура дистанционного голосования. Вот сейчас, пока мы с тобой общались, заглянул. По состоянию на субботу, 11 часов 25 минут Москвы, только второй день голосования. Вот мы вот записываем это видео. Уже 55% явка по России составила. Согласно вот этому вот электронному голосованию. Голосованию, да. Не знаю, балалайке вот этой электронной. Кто-то может вообще поверить? Голосование началось только пол России не знает вообще, что. А уже оказывается, то есть, грубо говоря, 55%. То есть, 55 миллионов человек вот на данный момент уже, оказывается, проголосовали. Ты в это вообще веришь? Я в это не верю, как и не верю в результаты партии. Ты вот зря, кстати, так отмахиваешься. Не помнят люди, реально не помнят. Реально не помнят люди, Саш, реально. Ни за партию, ни даже за президента. А чем ниже уровень избирательный, тем они хуже это помнят. На уровне сельских поселений, да. На уровне больших каких-то городов и выборок. И республик тем более. Они этого не помнят. Ты просто сам среди своих знакомых поспрашивай, за кого они голосовали 5 лет назад. Притом обилие кандидатов, притом обилие партий, которые у нас сюда либо выдвигаются. 100 тысяч партий, 500 миллионов кандидатов в президенты, в губернаторы. Там, естественно, запутают. Забывают. Люди еще определяются, за кого голосовать. Понимаешь, люди определяются голосовать, 50% определяются с этим только на избирательном участке, зайдя в кабинку. За кого они будут голосовать. То есть, для них этот выбор очень часто носит случайный характер. Мы ушли, мы ушли. Мы ушли от истории, от темы выпуска. Не знаю, там люди помнят, не помнят. Это личное дело людей. Я считаю, что надо быть идиотом. Чтобы прийти там 3 кандидата в течение 25 лет, 4. И из 4 кандидатов ты забыл, за кого ты 25 лет подряд голосуешь. Что это надо быть просто идиотом, прости. А вот, кстати, я тебе недаром привел вот эту цифру по электронной явке. 55% онлайн явка составила на 16.00 Москвы 8 сентября. А это даже на вчерашний день 55% явка уже составила. Все еще не считали, конечно. 55%... Да могу представить спокойно. Я поэтому и говорю, что, наверное, вот на месте этих людей я бы просто сходил на избирательный участок, чтобы показать, что, ребят, не-не-не. Вот, по крайней мере, тут можно создать такую вот ситуацию, когда вот нам говорят, что 55% оказывается пришли проголосовать дистанционно. И в это же время, если мы увидим, что большое количество людей на избирательных участках, но тут, по крайней мере, понятно, что не для суда, не для результата, не для ЦИКа это никак не сработает. Но для простого человека, который за этим наблюдает или просто там увидит, услышит где-то это там в новостях, ну, наверное, все-таки какой-то повод задуматься. Потому что если большое количество на участках, то откуда там делись большие цифры на дистанционке? И наоборот, да, вот когда на участки никто не придет, вот тогда можно будет через дистанционку действительно любые результаты объявлять. И это очень плохо, потому что на следующих выборах тогда вообще просто выяснится, что за кандидата нужного на президентских выборах мы пока не знаем, кто туда будет выдвигаться большая идея. О, это секрет, да, секрет. Но там вдруг выяснится, что там 200, а то и 300, а то и 1000% дистанционно поголосовали. То есть последние отдушины осталось, уже досиделись. Ну, сколько можно сидеть? Ну, давайте сидеть дальше. 25 лет сидим мало, а сколько еще сидеть? Вот я говорю, Владимир Владимирович пришел когда к власти, а мне на тот момент было 22 года. 21. Вот сейчас мне уже 45. Ну, давайте еще подождем. У меня тут родилась хорошая, в финале уже, да, нашу дискуссию, хорошая метафора, более-менее оптимистичная. Да, помните сказку «Морозка», где там ходила, ходила Аленушка, поливала, поливала сухой пенечек, и все-таки он в конце концов расцвел. Вот может быть так, да, только имеет смысл ходить и голосовать, бросать и бросать, бросать и бросать. Бюллетени в урну, и вдруг оттуда выскочит какой-нибудь суперный кандидат и сделает жизнь всех лучше. Ты как раз сказал ключевую фразу, поливать надо сухой пенечек-то, чтобы он расцвел, а мы пока не хотим его поливать и все ждем, когда же он расцветет. Ну, ребят, ну давайте еще 20. Типа, ну усохай с ним. Ну вот, иногда надо все-таки потрудиться, забрасывать бюллетени. Это была «Россия без будущего», совместный проект реальной журналистики АРУ-ТВ. Меня зовут Александр Романенков, по ту сторону экрана Андрей Кузичкин. Андрей, тебе слово, прощайся. Ну, как всегда, всем бобра, добра и, конечно же, большого человеческого счастья. Субтитры создавал DimaTorzok